дожили до 15 серии войны со всеми что-то с первого входа это так о великая и чем у нас там это эйдж фондерс так что еще рассказать чтобы это масло масляное получилось чё а ну чё ты некрасиво ну вот хотя я стоп подождите есть же канал чё и нормально ладно хожу продолжая свой ход жене хотя есть я сейчас неутомимый такой ты боец чуть не обкололи давай кстати я думаю вот это начал стрелять гораздо ну да у тебя такая стрелковая бригада пока что значит от этого играем от того чем ты занимаешься все последние вот это вот осталось а да потому что они бы его грохнули получается аккуратно высматриваешь чё чё они тут делаются дальше часы постоянно нас лексус лигер на стайм так печка здесь давай вот кстати оперативная разведка мне надо было здесь и вот не зря здесь аккуратно да здесь нужно действовать стрёмно стрёмно аккуратно сейчас я хочу просто сохранить я не помню такую тему потому что и куда не пойду но надо этих зачистить а если я сейчас ждите уничтожение если вот так война независим минус 50 какая фишка о нифига ся понятно что я без мгновенной регенерации потом их не вынесу какая фишка за 50 объявлено а если своими действиями спровоцировано вот тут вот вопрос а при этом понимаете такое кладбище допряжно еще видите какая фишка часто загружая я попробую а независимым по моему или нет не если они тебе объявляют но спровоцировано это в дипломатии я знаю на дипломатии мне плевать мне главное чтобы я типа не нарушил такая тема не на регенерацию под них надо тогда вот так и да мы же не можем без них прям светилище их взять вы были не можете дойти подстава просто подстава придется вот так но они нападут на основную армию без разницы особой на какую нападут оба бегают далеко отступить мы сможем ну допустим если они на светилище а с другой по ходам до по ходам мы все равно сюда пойдем тогда да если с этой точки зрения но вынесем это нарушим границу потом свалим и ждем свалим здесь расчищаем ждем это и как-то их отрабатываем мне нужно обиталище каменный кстати ну в любом случае нужно уже хоть какое-то потом юниты мне эти понадобятся чем быстрее раньше сядешь раньше начнешь все предлагает закончить но мне не пока незачем до заканчивать и да все пока на этом на этом да на этом а потом нужно будет что-то еще а хотя если мы вынесем кладбище просто думаю по деньгам как распределить ладно в следующем следующей жизни посмотрим следующем ходу и чудо там посмотрим я вот очень на это надеялся но мы просто ради бабок возьмем а вот кстати человека бард вот тут недалеко ушел можно попробовать еще раз ну вот этого героя обратно возьмем попробовать барда взять если очаруем было бы классно кстати но вот видите повезло так это счастье это это классно а ну на всякий случай я хочу надо бы специальный сейф сейчас сделать сохранить в том плане прогресс то что мне бабки дали хотя с учетом нескольких городов это могло произойти где угодно а кстати дали в том который зекурат нужно же строить зекурат и но мы меня вы все меня поняли пиратом и завалим здесь тоже ну и вот видите по бабкам все ништяк а экспансию ну мы здесь видим и прикрывается здесь но подземелье это вот это в принципе прикрыто если на экспансию продолжаем работу в экспансию сейчас как-то будем все равно вычищать жесткую работу в экспансию в эту степь это жесткая остальное в развитии деньги которые остались а вот кстати неплохо что моменталка еще видите с королем умертвений но мы бы и так даже без этого вынесли беспокойно потому что во первых сейчас у меня гроза молния это будет им щас боль на полно основной удивительно давай пробав кто будет я вот просто думаю еще кому нужен пробав больше исходить из этого я думаю из морали мораль у всех одинаковая пхп я думал драконица потому что он может несколько ударов это мне нравится нифига себе но драконица меньше защиты прикольно чем у высших эльфов с другой высшие а но у них да уязвимость киада из этого исходить а ну королева пофиг у нее типа и защита у тебя да и есть другой тип про бафа пробивание брони но это все все скорее всего просто не поможет кроме маны они вот сюда раз два три 4 5 кстати не достает этот не достает а вот это достает раз два три 4 5 а мы уже и тогда и молнию запустим к тому моменту соответственно тебе либо вот это брать либо с этой обед кидать скорее острый допустим этого здесь на подходе и а чё ей можно а что я а ну там у нее только град хотел сказать че я произнес вспомнил че произнес можно было бы даже и от града сыграть ну ладно может он скорее а хотя у него есть и уроны но может вспомогательную роль сыграет все давай а ну хотя да по урону пофиг у нас же моменталка комп только этого не понимает но постфактум с другой стороны мы можем я думаю как и поступить это все равно либо наступить попытаться оглушить либо от защиты сыграть его думаю как а но мы еще молнию даже не применили но постфактум от защиты проще будет даже несмотря на то что он ядом хорошо пулемет и обычно от защиты я всегда 2 также будет разряженным и потом просто оглушение и все остальное что так им проще мне на фланге навалиться а так за счет количества ходов мне будет проще чем я сейчас распределенную они по 1 по 1 заберут с одной с другой и высок сейчас риск а ну напередать то что я сказал всякие стервятники с королем мы можем их глушануть в том числе это ну давай все таки от молнии примем это не проблема урон от яда ммм я просто думаю какое направление будет более эпичнее ну давай ты тогда все таки скройся у тебя больше хп перестройка молодой так то между прочим ты можешь кое-что сделать за счет паутины как минимум ты можешь ходы обеспечить тоже многое даст и да по троим сразу ну тоже неплохо что стервятника ну тут задушить задушить при этом некого вариант но быстрый может тоже пригодится я думаю с одной стороны с другой стабильный урон лучше вопрос по кому потому что устрашение хотя нет я так сейчас подумал оставим быстрый рывок это еще шанс оглушения майора да это важнее будет ну и тогда нечего вообще применять все мы же от этого до должны сыграть потому что проблема с устрашением скрита забрал но возможно даже это не понадобится потому что она просто его нашпиливает ну пофиг даже там я думаю на устрашение а вот это плохо что он вот так ну ты типа прикрываешь паучка а ну и паучок это мы все равно сейчас будем их всех выносить и паучок еще даже убежит по моему ничего страшного не будет паучок ну мне обидно на это тратить вот это вот тоже проблема надо как-то ее вынести и некому выносить ну главное вообще костяной чем вот этот вот король умертвений ну а и чтобы нормально это нужно но это два хода я потеряю настрелить настрелить давай попробуем это решить посмотреть все оглушение есть остальные просто нам уже не соперники соответственно от тебя это сейчас не нужна фишка может просто настрелять например даже разъедающий больше даст урона выдаст в данном случае ну через кого-то настрелять ну или давай вот так два два ну сразу от костяного мне избавляешь проблему ну или давай с королем поработаем думаю как конкретнее нет в меня тоже напрягается тогда ты на вот этот фланг заходишь ему он один в эмпиризм то же самое по флангу ну и в принципе остался ну его разрядили все вот так а ты разряжаешь вот это ну и да от твоего урона было ни холодно ни жарко бы все и ты только остался ну и да за счет моменталки проблема просто решена теперь вопрос да как меньше урона принять ну пофиг в лобовуху с другой мне нужно прокачать ну тут вопрос как его грамотно и он от защиты играет либо к этому в тыл например но это 3-4 но давай опыт так получить заодно может поможешь ладно лобовуха если что отрегенится проблема 12 отлично еще и новичка качаем то же самое от опыта играем заодно может если паутина вообще шикарно то да вообще шикарно ну и здесь все таки экономим хотя это экономия нафиг не сдалась давай тебе наверное дракона оставляем в честь но уже даже давай в бою себе хп бери но экспе хотя да это в неком смысле кп и все от момента листикой закончили так давай еще кого ну прям его же потому что ты в своем отряде все сделаешь все шикарно в итоге стал формом отряд нежити надо да не забыть терраформирование так расширение помним и немножечко в склады либо склады либо мана светилище за два может быть все равно хотя ну 23 с товаров какое еще тоже светилище понятно что ходит но склад по любасу но ты не успеешь за два хода к сожалению но склад все равно делая здесь скорее всего просто ничего хотя может деньги мы получим за экспедиции кстати да но уже надо иметь скоро должен враг встретиться между прочим я вот это не понимаю как мы их видим с чего вдруг то ли из-за того что нейтралы забирает города поэтому мы их видим но в любом случае бежим да помню если так провоцирую да вы блин издеваетесь ну и потом отхожу не ну мы нарушили границу у нас какие ну там один дракон это проще то есть тут два неспокойных работают кладбище где-то еще жестко но отбегать мы можем в любую точку я просто не знаю вот думаю нужен ли ты мне вообще там но они на тебя могут накинуть потом мы тебе все равно отличим а и по мане у тебя мана зато осталось может пригодиться нам это далее что-нибудь еще у тебя этого нет давай ты уже начал становиться стрелком ну от холода ну пусть будет что я смотрю че еще осталось два разорвать контроль это прикольно и раз так то да силу рукопашки пусть будет более это твоя основная вообще задача ну давай может быть до эксперта каким-нибудь образом выдавишь нет не все очень важно хотя мы можем а не лучше не оставаться на этом из-за того что не спокойно но еще кстати вот да дальность разведки очень круто и я люблю эти артефакты это на мой взгляд одни из самых лучших артефактов а но даже даже мы так немножечко подождем твою эту раз два три четыре пять но я думаю как их так еще по умному чтобы яд не особо а но он отсюда или не не будет это ему мешать стервятники главное стервы но не могут принять в принципе яд но желательно чтобы они по центру все пришли я могу их этими выманить ну например королевой чтобы у него было больше желания сделать то че я хочу на нужное мне направление сытый просто выдать потому что все равно будет и без разницы кому особо хоть себе по приколу но добежать тоже нет а ты щас от молнии а ну у тебя длинный лук но у тебя проблема а я даже понял кому мы сделаем и правда а изгнание нежити а че изгнание панипу прикольно с чего это я там получил ну ладно ну да всеми походил че я туплю а че у нее иммунитет что ли да ну можно как бы этих грохнуть но мне этот ммм даже так но я бы мог этим глушануть ну тогда просто разбирайте здесь проблемат ну вот это главная проблема можно сюда накинуть ну можно так затанковать ни холодно ни жарко так больше где главгерой ну или без особой разницы закидывайте мясом пехотным да он разве был не глушен ну ладно пофиг очаровать нельзя держите очаровать ва 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 но и теперь сейчас и леканем еще бы и нет давай удар в спину или нанежить не действует удар в спину или давай кого-нибудь конкретного основная пехота хотя надо и это тоже качать всех остальных ну это хороший артефакт щит отстой у этой нет теперь зато а, но они были теплые ну скорее да, кому-нибудь тогда все равно 80 сейчас найдем кому потом будем провоцировать конфликт они в принципе нас должны видеть у кого нету защиты например 20% а моку он тем более считается более таким а, ну это его бард ну давай а моку щит хотя очень скоро я думаю он будет заменен на более адекватный да, бабок мы за это не получили о, за другой тоже неплохо хотя в неком смысле ей было бы ну не что-то 80 при том, что я орк вау-вау-вау-вау ну это я все-таки да давай план мне было бы неплохо да, мы немножечко из-за этого медлимся с другой может быть хотя я и так понимаю ну по ходам проверь все точно нельзя я помню, значит это нельзя вот это вот можно лучше бы наоборот но ты идешь все равно сюда здесь пытаемся очаровать если очаруем магия якобс там это наверное все-таки стоило с разведки так, тут мне не нравится, что тут всякая шваль бегает хотя вроде все четко точно четко раз, два, три, четыре, пять, шесть сейчас скажет, он надоел команду все рассчитывать ну мне просто в некоторых партиях я на это забиваю дело еще я помню, терраформирование я уже вижу где хотя что там по манне я так смотрю а чем мне нужно потом от легкой от легкой 120 маны хотя вот сейчас по притокам какие армии мне вообще что могут выдать ближайший приток это пять ходов но вот нормальные это хрустальные не мазал то все два, три, четыре, пять в пяти раз, два, три, четыре, пять опять же тоже, да деревня, ну, маленький ну это да не очень скоро хотя вон этот же ну это первый поселенец сосредоточимся значит только пока на мелких терраформируем немножечко сэкономим маны пока нету гарантии что у нас все будет нормально ну и вроде да больше ничего нету нету так ну вроде мы все четко видим далее какие ну вот это вот направление тоже там все-таки герои норм хотя если вот так вот по несколько отрядов нежити это конечно жестко это тоже жестко все походили получается все персонажи не, не все ну играешь, да, в разведку в местности надо было аккуратнее но ты, главное, на горе остался по деньгам что-нибудь ближайшее я думаю это так смотришь на предмет нежити и всякой такой лажи вроде все ништяк мы, главное, на горе да, останься ну на этом мы ничего не получаем вот это вот ну да побыстрее хотя это много в один ход я смотрю от регенерации да, распределение регенерации соответственно сначала это выносим это башню скорее всего свиток тоже нужен по изучению но туда уже регенерация потому что вот это вот самое сложное если вы вообще пойдете ну или уже отдать некоторых переделаем там армию к тому моменту уже может быть ты же, блин тюрьму так и не взял обидно досадно и получается с вливаниями почти что закончено тоже смотрю а разведчики но нежить не веди с одной стороны но при этом но тут может будет считаться город но это две горы они не заходят ну здесь да, тоже две горы мне надо вот это просматривать дальше но по деньгам немножечко получаем уже там окупил себя это да тоже сейчас регенерация которую мы ждем возможно там боевая будет регенерация что не очень бы хотелось и идете дальше да а куда вы идете а чего вы идете сюда а че не эту ферму расхитить что-то я затупок небольшой походам так птичка невеличка ну давай да вот это вот направление мне высматривай тоже бабки приноси ну если посмотреть по бабкам то вон он принес пожалуйста уже почти на какой-нибудь зал строителей уже хватает который наверное мы и правда будем делать потому что здесь нужно будет светилище и дальше плюс бани возможно я не очень люблю вот эти вот гноми гноми гномил гномилки гноми гномилки ну это так все по деньгам у нас плохо немножечко туго на ну и кстати по ближайшим ане тоже вон светилище в один ход тоже приближается ну и здесь тоже ну небольшие надо да немножечко сэкономить по мане на всякий случай а вот то что орки счастлив это еще лучше что-то там дань какой-то интересно в чем в борзых давай надеюсь чарующая магия кофе нам достанется а ну у тебя есть лечение ну давай тогда сразу с этого начинаем тем более ты будешь расстреливать ну это на всякий случай хп а ну ману мой в принципе экономим ждем следующего захода но она будет пытаться соблазнить приручить животное либо соблазн на эти качаться тоже особо не это давайте отходим так чтобы они прострелили это не могла соблазн сделать мы просто их расстреляем если если что-то пойдет не по плану расстреляем ближний бой там все просто ну да без разницы отлично было бы знаете прикольно я сейчас так задумался такая система бард очаров этот вор очаровывает барда барда и так знаете каждый бард очаровывает следующего барда который конечно же нет а можно было бы это и потом соблазнить нимфу но соблазнение тоже прикольная тема а соблазнение кстати очаровать видите 9 а соблазнение 12 кстати классно но очарование проще хотя бы стрелок как-то меньше нимфу люблю но я так сейчас задумался неплохо но постфактум если задуматься любые карита фактум нимфу надо было но все таки хотя и нимфу тоже второе это хотя бы с арбалетом но если так задуматься то да близне бы но как я уже сказал мне проще тогда нанять 77 они примерно одинаковые хотя сестра бурю если прокачать то что она глушит я их очень за это сильно люблю но деньги в экономику все странно здесь выбор очевиден потому что ману мы можем через святилище сделать и таким образом смотри ка мировоззрение мы не потеряли хотя может и стоило бы ну давай если нападет потом просто через моментальную регенерацию заберем всех остальных а а я как хотел кого-то а но только у меня одно очарование вот это плохо нам вдруг повезется чаруем каменного великана вот а вообще 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 лучше ни хрена сядет пытаются злодея можно узнать каким макаром макаром ты ты горностай что ли макаром просто это такой первый случай чтобы они на горе достали макаром удивительная магия рептилий но костяной меня не заметил костяная бригада а мне нужна костяная бригада кстати мы видим игрока не разовью я обиталище облом придется его вассалить либо идти пытаться выносить но они теперь смогут тогда на меня магию тут такой вопрос что делать да конечно это передовой отряд точнее самый элитарный отряд из всех элитарников но тут такой вопрос но я хотел конечно сюда идти и мне арктика нужна сердце но проблема в другом что если мы сейчас обнаружим они могут снимать мои чары и на меня будут чары врага действовать хотя что у меня снимать у меня пока нечего снимать и пока они не видят города а у вора уплутающий это будет не развита фигня но хотя с другой стороны мы все равно их найдем типа забить на эту тему по обнаружению с другой мы уже сразу нанесем хоть какой-то урон получается так выбирай называется любое по уровню седьмое но там до города по-моему далеко либо опять же сила в дистанции либо на всякий случай иметь хп ну дистанция так ну да потому что я хочу терраформированием разведчик мы разведчика там потеряли давай чтобы мы точно знали мне сюда этих посылать здесь нету никаких проблем строителей теперь по засеиванию засеивание это вот как раз вот здесь важно мы начнем со склада хотя я уже сказал зал тогда этот по деньгам все нормально это правильнее доктрина а мани нет тоже зал хватает да эти заняты там будем дальше решать а вот по застройке всего остального блин вот на следующем ходе святилище храм а что начинай 75 140 это конечно мана у нас чуть-чуть выжарит зато потом будет приносить по чем приносит 15 накопится быстро также тогда зал мне про лабораторию тоже надо не забывать но поддержание сейчас важнее по этому городу тоже может быть храм мы тогда не сможем это еще подумаем очки влить на птицу вот в чем проблема но может по другим доходам все удастся здесь же самое надо будет придумать и тут тоже талибани может быть а ну бани за счет того что орков то били это хорошо а лаборатория но вообще и лабораторию тоже нужно задуматься можно будет начать с лаборатории я думаю один ход надо подождать в любом случае да это немножечко обидно но все-таки хп очень сильно поможет они вместе с регенерацией должны по 15 выдать с общей сложности 30 значит ждет далее но мы здесь все прекрасно а для чарующей тоже теперь думаю у нее есть то ли она будет собирать отряд таких вот чарователей вообще неплохо у этого эльфийского находиться в неком смысле но нам нужно зачищать как подземелья а мы вообще хотели нам что-то помешало а ты в целом-то выдерживаешь я думаю нежить вообще лучше тоже разведку сейчас около города пока находишься нормально по чарованию а че мне нужно зачаровать давайте мясом все равно выносите вот это вот это и хотя я да все равно здесь поставлю потом пусть под город и и здесь бабки кстати по бабкам и по разведке местности а светилище это отлично что находится стратегически будет важно вполне возможно кстати то что именно здесь скорее вот так хотя либо здесь компьютерную игру ну непонятно что кстати да это мы тоже решили ну раз все так получается нифигово может у него это то есть мы передовую его армию занесем а че за фигня а ну это он должен на следующую ну потому что у нас автоматического почему неизвестное или они типа друг друга еще не нашли поэтому обычно мне сразу а че не стоп война да то че я думаю за фигня ну и отнимаем у него ресурсы рассматриваем нифреново орки эти рожденные для войны ну кстати я бы одного если бы взял неплохо но у меня элитный отряд безаккуратно вот а че не сразу это сделалось че за бред атакой у меня и потом здесь же орка штурмовика сделаем как в качестве второе второго отряда жаль что это не передавая земля просто я боюсь именно предводителям идти на основу их армии хотя может и стоит может так че у нас кстати я думаю по пехоте сливать уже вот это вот у меня другого в принципе так то нет еще даже не начали производство а а а надо бы активно это он там намекает так может тоже сейчас академии что там призваны кстати это тоже важная тема мы на это пока забиваем но надо тоже задуматься призванные в любом случае плюс один уровень сразу это классно особенно чудищем ну и стратегически в принципе нормально находится сейчас так наверное сделаем по бабкам здесь я думаю ну выносим берем мясом пофиг на этих огоньков они содержание да требуют хотя с другой стороны чудо еще будет 32 или даже 36 так как бы но с другой вот эта вот мясная армия нечем с другой по содержанию они так содержатся держится а делать им особо нечего кроме вот отсюда дойти алибо я думаю чарующий а чаровал щик но мантикор и мы не можем иногда в этих попадается просто думаю как-то надо из нее сделать тоже элитную армию вместе с бардом хотя с бардом это вот так вот и лоло получается либо дождаться тогда и вы точно сможете спокойно вычистить хотя с такими темпами можно дождаться этой армии перераспределить по крайней мере сюда ладно идите уже что надо делать какие-то ходы совершать ну скорее надо сливать на они меня как просто как эти напрягает с другой ну это вот вообще вояки элита сразу будет рождаться вообще проще всего в этом плане а ну чаровщиков нет допустим но по армии опять же надо думать типа черных рыцарей уже создавать удиви удивил так но мы здесь точно знаем ничего нет тоже удиви зато бабок добыл даже нет все-таки вот этот удивил ну как я и говорил теперь на регене ну да да вот конечно смешно просто не надо было им идти комп ну комп этого не понимает внутренние земли переразведать тоже стражуху было бы неплохо взять далее вот это какой ага тут ага это помним ты помнишь да я помню ну или тут можно за счет того что куча реально это гномий город вот здесь как-нибудь или будем просто искать вот такие какие-нибудь точки для гномьев городов давай пока просто бабки собираем ну здесь получается да ничего нет так вот смотришь по горам ну и возможно ты пойдешь смотреть в другом тоже кладбище хоть это и элитная группировка но здесь понятно уже я думаю блин может баней взять перахман конечно это тоже нужен зал строителя но и так за два зал ничего не решит как и все остальное а вот бане смех смехом но чуть-чуть больше всего в том числе и производства за счет этого кстати золото и чуть-чуть маны самое оптимальное сейчас решение одно из самых оптимальных но по мане мы не получили ману никакую соответственно товары прям ману производи ну пусть будет дать деньги возможно не сейчас смех смехом ну а сейчас самые манистые 83 это а придется давай ты вместо ману 61 вместо 30 золота 15 маны или будем надеяться на то что все все будет ништяк это мы надеемся больше или ждем пока что-нибудь не произойдет с другой надо да ладно давайте прекратим ману использовать жестко такие вариации сейчас что-то что очень смешно давайте чародеем прекратим использовать ману да звучит как-то не очень и нужны просто сейчас большое количество святилища что мы сейчас и будем делать ну храм и святилище нужен притоп или пусть в запасе тогда будет хочется чтобы очки влились нет еще даже с одной стороны лучше но так себе нет будет неплохо я не знаю насколько это крутая армия но если мы ее вынесем это было бы классно искусственному интеллекту вынести причем это может делать я сейчас думаю архидруид просто через молнию выносить сначала всю пехоту оставив парочку этих и потом просто забить ну а че нормально это где в глубоком глубоком там это даже в неком смысле нежить а ну да мы здесь завасалили мне помогает может помочь после того как мы здесь сделаем но мы его завасалим естественно можно конечно разрушить чтобы он не смог но с другой вас летит я больше но орг а тем более если бы но я не люблю вот эту вот тему из-за того что потом теряется тем более основной расы 600 мы только добили 600 других вариантов нет кроме как василететства например если был бы запас хотя с другой стороны скоро появится небольшой запас ну а че поделать ну да по расширению маны вот это ну во-первых когда мы сюда будем расширяться хотя там кладбище не зачищено где-то внизу скорее всего вообще тогда по мане смотрю еще где манна ближайшую тут только хрусталки а ну вот здесь кстати тоже мы хотели здесь разведан единственное кладбище блин напрягает ну блин они не готовы они просто не готовы тебе не скрыться до трус у них одно заготовлено сообщение меня просто убивает уже разрабы могли бы какие-нибудь разные сделать в чем сложность что так было тяжело сделать поэтому мы но я помню что хранилище это минус что мы не можем себе позволить и в расширении мы не можем но по поводу маны я уже сказал тут даже есть смысл да конечно мы частично по бабкам просядем то есть тут какие вариации либо маны плюс 42 что может протянуть ну золото мы как-то проще либо 38 золот да что-то кстати так как-то стрёмно 38 золота против 42 процента бады ложова мне кажется не ну это мы подумаем еще я еще пока думаю легкокрылая помню так схранилище знаний начать ну вот они как я и сказал будет полностью отрегенены и разведка так-то нужна а ну во-первых как и этому нужно пока разведка какие проблемы а то уровень это не так страшно по всем долбанным направлением где же потом разведку включаешь дракон не вылез опять же это долбанное кладбище честно опасаюсь все спокоен ну по мане да будем производить манну походу на том с эпичного боя начнем но я вижу что у тебя подкрепление то нет ну и да его статус я просто думал может это начать но это ходы лишние сейчас подкрепление у тебя нет добро пожаловать туин хк сначала хода начинать ну ладно уже уже как сделали что сделано то сделано а что там по этому писали по второсчету да ладно мне как-то пофиг мы все равно возьмем этот город так или иначе он станет моим это кто мы с моим начальником да воюем ну да о зашибись это я вообще люблю вот такую тему кстати да на этом можно между прочим пожалуй да я вам вижу 56 минут приложение уже запущено ну не судьба понимаете эпичный бой провести да придется на этом серию завершать к сожалению видите по техническим причинам завершаю серию на этом вот а вам аригато за просмотр и всего наилучшего аригато Продолжение следует...